всем привет всем привет да расчесаться бы мне не помешало дела нормально если не очень поздно стало правда аришка ходила туда-сюда туда-сюда привет грузия привет мамуля заказала для нас люстры из грузии как раз и вот мы с воскресенье поедем забирать у меня все там тети братья сестры в грузии живут в тбилиси новые вещички на кресле да покажу попозже и там столько всего но вы не думайте что это все я себе беру ну а там допустим платье в нескольких цветах просто хочу померить какое больше идет вот ну в общем кажется что много но не так уж много вот привет короче знаете что хотел показать я вот купила себе как она называется так капельки от клоранс вот с загаром помните я говорила я у детенок увидела и у одной потом у другой и думаю блин надо попробовать и кстати они реально классный я постоянно тут на не видно не знаю уже смыла здесь вот такое пятно коричневая я постоянно мешала с кремом меня вот в этом месте прям коричневое пятно сейчас хочу вам показать ну за раз понятно это не будет результата надо прям в день раза два-три сделать тут прям видом было и реально очень круто продается в летуале кажется там только я видел вообще это не знаю привет да буду мерить попозже лак прикольная золотой но я недавно сделала и блин несколько дней подряд заливают этот шоколад с красителем в общем все мои пальцы в краситель но сейчас уже все почти что вот бедный лак я не знаю вроде нормально это втирка кажется привет короче меня нормально кстати видно или нет сейчас покажу вам как это происходит вот такие капельки этот объем кстати максимальный у них есть еще меньше два раза я взял такой сразу чтобы наверняка надолго хватило где ваши волосы я их сняла они рядом лежат короче берете крем и вот где-то шесть капель я делаю вообще написано 4-6 но мне как всегда надо побольше 3 4 5 6 все это мешаем короче прям такой равномерный загарчик получается на лице я пока похожу так потом снова наращу как обычно просто надо было коррекцию делать короче вот эти капельки когда в крем кафете у вас лицо получается такое загорелая боль но с первого раза конечно результата не будет надо вот в день где-то 23 раза сделать тогда уже точно будет результат так что вот так и уже можно и тоналка не пользоваться на так ты пальчиком на дно прижимай на дно прижимать не пойму на какой дно у меня его тут уже особо не осталось это эмбриолиз это уже вторая упаковка не надо купить вот в таком большом объеме честно говоря может у кого-нибудь есть дайте знать и желательно апельсиновый 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 или какой-то мандариновый апельсиновый по моему в общем вот так теперь у меня будет загорелое лицо в общем через какое-то время она начинает чуть-чуть это оттенок давай их без крема можно нет их надо с кремом использовать тут даже написано мешаем с кремом чтобы равномерно все было желательно еще на шею нанести самое главное что он не ложится пятнами кларанс капельки от кларанс я когда зашла в литуаль говорю у вас есть вот капельки вот капельки только для загара я грудай видимо все приходят и покупают кур такие капельки гру вот как они точно называются до сюда она сразу поняла что мне надо видимо этот энгард вот горд остались вот последние два тюбика я был понятно все понятно надо брать сколько стоили стоит конечно эти капельки прилично ну честно говоря около 3000 они стоят этот маленький тюбик вот но это как я уже сказал самый максимальный объем вот я взяла по бриллиантовой карте и как она там называется девушка мне одолжила а вот я взяла за две двести с чем-то вот вот так скидки она стоит где-то 2 900 или 2 800 не помню когда за вторым ой девочки я бы рада но пока никак такой вопрос такой ответ не скромный в общем вот так а а еще я у сестры нарастила ресницы три месяца назад и я никак не никак не сниму вот то что осталось видите вот такое как сказать объемчик light остался у меня это реального три месяца назад вот я никак не сниму причем тут рядом салон надо вот пойти вот ресницы сделала этот ой ногти сделала волосы сняла ресницы снять забыла вот так в общем надо пойти здесь такие глаза опухшие капец за много спала со скольки лет начала красть я особо прям такого не было что прям красилась 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 для меня это тушь была в каком классе не знаю девятом десятом одиннадцатом только тушь и подводка и все я помаду не красил тоналку не тело может быть брови иногда подводила это они у меня такие видите и так нормальный все для меня красят а тушь и карандаш вот внутри как вот раньше красились да тушь карандаш и нормально можно идти спасибо большое видели эфирс эфире не видела что такое что там что-то случилось тут вообще тушь вообще не любите у меня такие ресницы мне есть кушку такая от вивен собака баре вот она у меня чуть ли не засохшую что ли мне еще на новенькая есть мне отправили данные девчонки вот я особо тушь не крашу потому что у меня ресницы вот такие ровные они ровные как у мамы поэтому я в основном наращиваю напали на нее про машинца на рассказывали а это вот эта женщина которая которая она просила выставить наверно может быть это она ее обманули надо было узнать что случилось ваш муж и здесь с вами не хватило бы терпения ускажите секрет вы его уговариваете ли сам такой он у вас не а девочки везде со мной это мы просто вместе всегда но не всегда конечно он отдельно может погулять я могу отдельно погулять но у него работа дома в компьютере он может взять компьютер и работать везде он был он кем только не был мы работали в банке менеджером по продажам автомобилей он был полицейским он не холочи разносторонний он программист он делает сайт и если вам кстати нужен сайт он вам без проблем может создать любой неважно какой вот поэтому вот как-то так такая работа с которой не надо вставать и там куда-то ехать или еще что-то поэтому мы можем пойти вместе погулять вот мы сегодня у нас дел особо нету ему надо по работе доделать мне надо доделать фигурки для аришки на днюки поэтому мы все сделаем поедем гулять вот и все вот на самом деле это круто у меня работа дома у него работа дома поэтому мы можем гулять отдыхать ездить и на какие-то рынки строительные которые мы последнее время час часто посещаем мы кстати купили зеркало хотите покажу такой какой я хотела просто я почему выставила это зеркало я сфоткала на рынке как раз-то строителям просто я посчитала что 15-17 тысяч за это зеркало это не стоит поэтому я нашла за 9 500 прям возле моего дома практически вот и поехали купили на давай сейчас покажу она вы не тяжелая поэтому да аришка сейчас аришки раскидала дочь я покажу смотрите она правда заляпанная все я его не протирал вот видно мы его убрали под кровать чтобы аришка не видела не трогала мало ли еще сломается да аришка ну быстро слезь ты чё залезла дочь красиво спасибо да ну девять пятьсот девочки вот рама стоит восемь пятьсот и тысячи рублей зеркало аришка аккуратно хорошо это для ванной зеркало для ванной комнаты мы сейчас молку тоже новую заказываем все нам никак не довезут эта женщина заманила в какую-то квартиру держала в заложниках но я успела позвонить мужу чтобы он приехал по адресу эта женщина сказала ей что ты отсюда живой не уйдешь офигеть я не знала ничего себе такое тоже бывает ужас да аришку ругаю конечно когда надо поругаю что там аришка делаешь понравилось зеркало да ну все классно у нас просто такая ванна что нам именно такой стиль нужен был у нас там бежевая с золотом только ванна у нас такая все остальное такая в пастельных тонах ничего лишнего еще вот эта комната у нас такая более-менее яркая остальное все такое пастельное так спасибо большое армянка ну по ее лицу как бы не то что по лицу ну по внешности видно что она не русская или там не другой нации что-то кавказское точно привет тетяки юген с собой карандаш для губ 102 вам нравится советуйте ой где сейчас я дам вообще что за карандаш 102 говорите да вот 101 я так поняла что-то наподобие так это бургуа 205 205 ой и что там болтаешь 108 ну короче такого плана я так поняла вообще люблю такие оттенки спасибо большое почему сняла я их сняла потому что надо сделать коррекцию каждый месяц как вы понимаете надо делать коррекцию волос я даже не расчесываюсь я всегда вечером купаюсь и на утро чтобы они у меня были сухие уже волосы я не люблю сушить волосы с детства не сушу ну конечно если надо срочно прям помыть голову высушить днем там я конечно это делаю а так я всегда привыкла ночью мыть а утром они уже сухие чтобы феном не портить а то останусь совсем без волос как то так живу в москве уже блин я уже не знаю даже сколько лет может быть восемь лет ну я пять лет училась вот уже с универа прошло больше трех лет ну да почти четыре года было в общем почти девять лет получается потому что они сушатся они будут электризоваться ну ничего я раньше жила в Белореченске что на день рождения муж подарит знаю мань что ты мне подаришь он мне спрашивает мань что тебе подарить на день рождения я сама не знаю я ему говорю ничего не надо я не знаю вот что бы вы выбрали честно у меня реально все есть и как бы это тупо не звучало но я не знаю ну так особо ничего не надо да у меня тридцать первое день рождения представляете нет у меня айфон седьмой плюс я он мне очень нравится я как бы не люблю вот это знаете я я помню первый айфон мне папа купил какой он был не помню не помню короче а четверка была я с ним очень долго ходила он мне очень нравился вот и через сколько-то лет уже появился другой ну то есть я не такая не любительница если новый айфон надо пойти новый купить этот пока ту 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 пока жив я буду с ним ходить он мне очень нравится он классно фоткает он большой вот ну не глючит ну и все на этом нормально все так что вот так пусть там да как сюрприз да я тоже так думаю я ему говорю Вань я говорю купишь мне ранункулисы мне больше ничего не надо я люблю ранункулисы люблю эти цветы и даже вот такой небольшой букетик я буду рада потому что они очень дорогие вот ну вот как то так то что дарея в праздник нравится вообще раньше все забывали про моё день рождения даже родители мама если что привет короче постоянно у нас с утра готовка ну у нас за несколько дней готовка всегда была мы начинали готовить там туда-сюда и короче только днем 31 вспоминали что у меня день рождения и такие о, мир у тебя день рождения поздравляю бабушка с дедушкой всегда забывали тоже днем поздравляли у Ариши скоро день рождения будет да тортик будем задувать ну хорошо купим да купим мама сделает тебе тортик одну свечку поставь еще три три годика будет Аришке что-то болтает там не хочу заранее знать свои подарки ну да Аришке будет три года 11 декабря я специально не брала заказы к этой дате ближайшей даты к 11 чтобы все сделать наконец-то тортик сделаю вот сделаю стаканчики если успею макарон сделаю если успею зефирчики сделаю безэшки вот а пряники мне девушка написала что сделает а вот так что вот так да у меня 31 день рождения надо попить чай хотя бы попить я ничего не кушала с утра потому что я проснулась днем ой сегодня Ванька сидел с Аришкой что я уже не могла реально что-то только встал там ничего не делала и ждал тоналка девочки я вам посоветую тоналку она просто обалденная вот чтобы вы понимали у меня вот такая тоналка она классная коллаген вот они ее отправили кому интересно я сейчас знаю как называть страничку но как пишется не помню саби шоп или что-то такое вот в общем у нее косметика вот она последний раз мне все это отправляла тоналка офигенная реально вам говорю она прям бархатная как будто ложится очень круто кстати цвет мне идеально подошел я не знаю какой тут оттенок не знаю какой оттенок короче называется коллаген есть у меня еще тоналка make up forever тоже классная и это и то классно просто это такая более как сказать она более блестит на лице это более матовая бьюти саби да 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 давайте я напишу прикрепить прикрепила я или нет да прикрепила вот эта тоналка она офигенная я не знаю сколько она стоит это просто бомба вот а так вот еще показываю make up forever она дорогая девочки 3000 она вам надо вообще коллаген не знаю мне отправили девочки по рекламе вот я выбрала мне отправили вот так что как то так но она офигенная просто у меня еще есть такая тоналка она стоит сколько там тысячу с чем то она очень жирная она классная она все перекрывает но очень жирная вот девочки пишут 750 рублей вот я теперь только ей пользуюсь видите даже крышка запылилась я ей особо не пользуюсь на черный день если это закончится она очень классная видите вот сколько там внутри там очень много хватит на 100 лет мне кажется она мне еще отправляла вот эти все помадки которые у меня в сумке все вот фирма golden rose они вообще там 250 рублей стоят или 350 не помню короче все помады у меня в сумке потому что я недавно на съемке была я все взяла с собой она мне отправляла вот эти карандашики тоже места из Гуар постоянно про них говорит они тоже дешевые они такие офигенные вот что она мне еще отправила мне отправляла тушь вен с собой она мне еще отправляла вот этот консилер который у меня сейчас под глазами кстати вот видите фирма катрис в общем цены вообще офигенные фирма и фирма все прочитала привет привет я отметила где я заказывала раз уж про тоналку спросили я вспомнила все вот коллаген плотная она средняя она плотная но не настолько как вот такая вот допустим она вообще очень крутая самое главное когда вы пользуетесь тональным кремом всегда наносите базу у меня база это обычный крем вот обычный крем для лица вот у меня эмбриолиз либо вы можете использовать всякие вот масла у меня вот одно масло и другое масло отрише в общем любое можно даже использовать кокосовое масло оно такое очень жирное надо прям чуть-чуть что еще ну и все любую короче базу не обязательно покупать именно базу там дорогую любой крем берете и наносите на лицо ну для лица конечно крем ну вот так тушь вен сабо продается тушь у меня с собой. Вообще классно, что есть недорогая бюджетная тушь, которую можно купить, постоянно использовать. Ну, как бы... А то знаете, как раньше было? Куча разной туши выходила. Вот реклама, надо сразу поехать купить. Телескопик один, телескопик другой, серебряный, золотой, какой-то фиолетовый. Короче, все эти телескопики у меня были. Вот. В общем, как-то так. Как-то так. Магнит косметики есть. Ну, вот, видите, что подарите Арише. У Аришки уже столько всего, поэтому ее подарок... Ну, не знаю. Не знаю, короче, что я подарю. Мы уже ей очень много всего заказали, купили, поэтому у нее на подарок будут очень красивые аниматоры, так что пусть радуется аниматорам. Мы организуем очень красивый день рождения. Позвали детишек тоже с родителями. Красивый будет кэнди-бар, красивая фотозона, аниматоры. Мы арендовали лофт. Я думаю, что это для нее подарок. Так что, как-то так. Ну, мы особо не отмечаем. В основном для деток все это сделано. Вот. Как-то так. Чтобы вы понимали, родителей будет в три раза больше, чем детей. У детей будет всего, ну, человек, наверное, семь, максимум восемь. А родителей будет в три-четыре раза больше. Поэтому у меня больше проблема, как родителей уместить, честно говоря, в этом лофте. Привет. Только в Москве их почти нет. Не знаю. Ну, чего сказать-то? Ладно. Не говори постоянно как-то так. Я привыкла к этой фразе, поэтому буду говорить как-то так. Мы будем отмечать в лофте окошки. Там очень красивый зал, такой лофт с основной комнатой. Вот. Все такое светлое, зеркала, ничего лишнего, этот, окна, в общем, то, что нам надо. А вы деток с мамами пригласили, наверное. Привет, зеркала, привет. Вот у тебя один из этого. Ну, конечно, я же не могу сказать, даже не с мамами, с папами тоже. Я же не могу сказать, детей оставьте, сами идите. Ну, это тупо. Ну, вот. Тем более, мы хоть увидимся. Привет. Привет, привет. Аишка, вон она ходит туда, сюда, туда и сюда. Укол ты будешь делать? Коте укол будешь делать? Пепе будешь делать укол? А что, ей не больно будет? А зачем ты делаешь? Она заболела, что ли? Ну, понятно. На ножку? Да. Ну, ужас какой-то, ужас, Аиш. Ну, укол. Нет, приходите вместе, ты что? Нет, там, естественный способ. В садику Аришка, знаете, что я вам расскажу? Это очень интересно. Аришка у нас была на очереди, вот, в садик. Так как у нас Ваня уволился с полиции, он уже не госслужащий, поэтому мы стали на очередь. Почему? Потому что у нас есть очень классный садик государственный, прямо вот рядом с нашим домом. Вот, буквально 10 метров, вот, выходишь, и вот садик. Он новый. Так как у нас район новый, у нас всё здесь новое. И говорят, и нянечки там хорошие, воспитательницы, и так далее. Мы хотим туда именно. Что вы думаете? Мы стали на очередь. Около, не знаю, двух лет назад, или полтора года уже прошло. Мы были 55-е, потом 30-е какие-то. И мы недавно смотрим. Мы 500 какие-то. Вы представляете вообще? Мы просто были в шоке. Быть, не знаю, полгода назад 55-ми. Уже думали, всё, наверное, летом уже в садик пойдём, или когда там набор, я не знаю. Вот. Поэтому, в общем, мы заходим и смотрим, что 500 какие-то. Это было просто жесть. Так, что это такое? Нина крестила Аришу, да. Я так с ней попалась. Чем вы попались? Проверьте тех, кого рекламируете. Это же ваша репутация. Ой, девочки. Если это та девушка, которая заказала, и потом заказ собрали, уже отправляют, и она пишет, нет, возвращайте мне деньги, я не буду заказывать, это бред. И не надо здесь гадости писать. Я рекламирую, советую только тех девочек, с кем я давно сотрудничаю. И Бьюти Саби, я с ним уже около года. Она, буквально, моя соседка, она живёт в Московском, кажется. И сколько она мне всего отправляла, сколько я у неё заказывала, и я доволен на 100%. И я уверена, что многие у неё заказывали тоже довольны. А если вы вдруг заказали, и потом резко отменяете, и говорите, верните мне деньги, ну, извините, это уже не, как бы, по сути, ваши проблемы. Поэтому не надо мне в этом ничего писать, либо я вас сейчас заблокирую, честное слово. Привет! Я купила поддельную косметику. Я не знаю, какую вы косметику купили. Если вы платите 5 рублей за косметику, конечно, она будет поддельная. Вот. Это уже ваша проблема. Так. Покажи, пожалуйста. Так. Что там, что там? Причём коммерческие страницы, да. Блин, я упустила. Наша очередь в садике 530-е. Как можно побыстрее? Так вот, мне девочка посоветовала пойти в РАНО и написать заявление или, там, поругаться. И, в общем, мы, походу, так и сделаем. Потому что по-другому, видимо, никак. Комната в Орешке. Боюсь, не дойду до неё. У меня тут со связью не очень хорошо. Заказала у неё кисть, и вот, ждут, думаю, скоро придёт. Да. В руках крем для рук. А где это РАНО? Ну, в каждом районе есть РАНО. Вот. У нас, правда, так как новый район, нам приходится ехать далеко. Мы там ни разу не были, но я там делала свои права. Поэтому, походу, не права, а ставили на учёт машинку. Поэтому придётся нам ехать минут 40. Да, это на самом деле ваша проблема. Если вы заказываете копии, это только ваша проблема. Значит, пользуетесь копией. А если вы сомневаетесь, то лучше не заказывайте. Это уже ваша проблема, я так считаю. Если человек пишет, что у него копии люкс и оригиналы, то есть вы должны сами понимать, что вы уточняете всегда. Вот это Биодерму я тоже у неё заказывала. Вот, она мне отправляла. Кстати, забыла самое главное. Вот это классная вещь. Видите, она у неё уже сколько осталось. Буквально несколько недель назад заказала. Я пользуюсь каждый день. Каждый. А, и у меня. Кстати, этот крем она мне тоже отправляла. Так что не надо мне тут писать, что там что-то не так. Я чисто на себе всё это использовала. Пижамка Ошо. Ну, я покупала в Ошо. Ну, не знаю, правильно я говорю или нет, но вроде Ошо называется. Это сеть магазинов. Они есть. Харишка тут. Они есть везде. Но я брала в Меги, я тёплый стал. Тушь показать. Вот. Она, правда, старая. Новую тушь я подарила. Подарила подружке. Как раз она здесь вот пишет мне сообщение. Для чего они, духи, какие используются. В общем, тушь вот такая. Можно любую от Вивен Собо. Вообще любую. Они все классные. Духи вот. Духи я покупала в Инстаграме. Так как этих духов нигде нету. Нигде. Они такие сладенькие. Как раз пшикнуть. Чуть-чуть. Они очень сладкие. Ванильные. Поэтому один пшик и всё. Да. Вы идёте в Рано и жалуетесь. Почему мы такие? Ну вот, представляете, мы были 55-е. И мы заходим и смотрим. Мы 500 там. Я не знаю. 80-е. И мы такие, что? Это вообще нормально? Как бы. У кого-то было так? Раньше в Лютуале продавали. Продавали в Лютуале несколько лет назад. Как раз я тогда их купила и на них подсела. Теперь их нету. Да. Вот так. Хорошо. Сохраню без проблем. Сохраню эфир. Блин, я... Мне надо путь чай хотя бы покажите. Так. Я буду блокировать ненормальных людей. Невоспитанных. А, кстати, ещё в Лютуале есть очень классные резинки. Вот такие чёрные обычные. Которые вообще не рвутся. Вообще это проблема. Потому что я с Аришкой постоянно покупаю резинки. Они постоянно рвутся и так далее. Эти прям вообще классные. Это тоже в Лютуале. Вот обычные резиночки. В такой упаковке. Покажу. Вот. Знаете, как реснички продают в такой упаковке. Так же и резинки. Они классные прям. Привет. Потому что те, у кого регистрация, идут последние. Идут сначала дети, у которых прописка московская. А вы думаете, у нас не московская прописка? Я купила утюжок Бэйби Лиз по вашему совету. И очень довольна. Спасибо. Не за что. Я всегда рекламирую и советую самое лучшее, девочки. Вот. Лежит у меня на старте. У меня всегда рядом утюжок и плойка. Сколько ты получаешь, что там за рекламу? Это некорректный вопрос, я так считаю. Мне хватает. Если бы я рекламировала все подряд, мне хватало бы еще больше. Но это не по мне. Резиночки для волос, да они вообще там рубли сто, наверное. Просто они реально очень классно держат волосы. Не рвутся. А то вот эти цветные детские, они постоянно рвутся. Я и то, и то. А так купила, влютали, думаю, блин, резинки заканчиваются, надо взять. Те реально классные. Такие люди скромные. Да, им надо все рассказать, сколько я зарабатываю. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну блин, что такое, почему я в топе? Я сразу буду парня блокировать. Как-то прям меня раздражает. Причем парни, вы видели, что парни пишут? Сколько ты зарабатываешь с рекламы? Ну вот, это нормально, да? Обычно мы девочки такие, нам надо поинтересоваться, сколько там и почем. А тут парень пишет вообще, у него походы там это. Аришка у нас спит в отдельной комнате. Да, в детской, в своей. Пора бы нам ей уже купить кроватку. Вот, она пока что своей этой. Спит, она у нас огромная. Мы ее покупали в шупет. Специально. Мы брали не маленькую кроватку, сразу большую и высокую. Вот там дно у нас скорректируется. Моя самая любимая кроватка. Я так рада, что мы именно купили этот набор. Там шкаф, кроватка и тумбочка. Где волосы? Я их сняла. Вы когда спрашиваете, где волосы, у меня прям аж не по себе. А это что, не волосы? Вы же знаете, что я нарастила волосы. И я не могу с ними вечно ходить. Каждый месяц надо корректировать. А чтобы корректировать, их надо снять. Понимаете? Как можно дома зарабатывать по совету? Ну, я делаю десерты. И мне, в принципе, хватает. Я обучаю. Фишка в том, что вы должны понять, что вы любите делать. Вы любите делать пряники, которые как раз я недавно писала. Делайте пряники. Если вы любите вязать, вяжите. Потому что всегда есть спрос на крутые свитера, на шапочки, на вот такое всё. Я постоянно ищу, не могу ничего нормального найти. Если вы любите, я не знаю, что там делать. Да всё что угодно. Люди чем только не занимаются. Любите делать ногти или сходите на курсы. Может быть, вы не знаете, к чему вы предрасположены. Господи, у меня же язык заплетается. Вы просто должны понять, что вы любите делать. И всё. И тогда вы будете зарабатывать дома. То есть всё. Будете дома этим заниматься. Сделайте себе инстаграм-страничку. Будете делать у меня рекламу. И всё, пусть будет хорошо. Главное, любите свою работу. Найдите именно то, что вы больше всего любите делать и развивайте это. Вот так. Как-то так. Да не за что. Просто не надо придумывать, что там, что бы сделать, что бы сделать, что бы сделать. Вот. Просто поймите, что вы любите делать. Ну, любите готовить, готовьте. Хотите на заказ делать, хотите на мастер-класс. Можете тоже ко мне прийти. Я как это себя разрекламировала. Ну, действительно. Может быть. Вот я, допустим, очень люблю макаронс. И очень удивительно, что я не делаю их на заказ. Я сходила на курсы, но у меня уже времени не хватает. И я люблю вот это вот всё расписывать. Есть макаронс в ручной работе, где прям вот каждая деталька, каждый макаронс красиво расписана. Какой-то рисунок сверху. Вот это вот я очень люблю. Допустим, вот эти пряники даже, которые я видела недавно, заказала у девушки. И смотрю, реально, они так круто сделаны. Так всё красиво расписано, аккуратно, ничего лишнего. Вот. Надо просто совершенствоваться и свой продукт делать максимально крутым, вкусным и красивым. То же самое в любой работе, мне кажется. Может быть, вы любите красить. Сходите на курсы и научитесь круто красить. И тогда у вас всё будет... Всё, ладно, я уже разглагольствую. Так, я вижу, что одни парни здесь. Видимо, им это интересно. Блин, было бы ближе, давно приехала. На самом деле, 70% учениц моих это из других городов, даже из других стран. Это, конечно, звучит так скромненько. Вот. Но это действительно так. Как понять, что я больше хочу? Мне много что нравится. Ну вот, нет. Не надо ходить на все разные курсы, чтобы понять, что вам нравится. Ну, вы же по-любому знаете, что вам больше нравится. Ну вот, вы что любите делать? Любите готовить или любите вышивать? Или вы не можете возиться с мелкими деталями, значит, это немножко не ваше. Ну, просто поймите и... Да, сходите на какие-нибудь недорогие курсы, потом поймёте. На садоводе бываешь? Такой вопрос. Я была там сколько лет назад? Я была там раза три, наверное. Два раза из этих трёх раз я ничего не покупала. Я хотела что-то особенное найти. В плане того, что определённую какую-то модель хотела найти, я её не нашла. Я там что-то покупала. То ли сумку, то ли что. Я уже не помню. Это было, наверное, лет пять назад. Вот. Но я ничего такого не вижу в этом, если вы там... Если там... Ходите на садовод и так далее. Дубровка тоже самая, только там всё дорогое. То есть то же самое, что садовод. Просто другие модельки там представлены. Там я тоже была раза два и ничего не купила. Вот так вот. Привет. Мне уже надоело писать, Наир. Если вы мне пишите в директ, то пишите мне на номер. Бывает так, что на номер я тоже редко отвечаю. Но пишите, пишите пока. Можете позвонить мне? Просто действительно... Так устаю уже постоянно в телефоне сидеть. Вот я сейчас записала эфир. Пойду отдохну, пойду поем и так далее. Уберусь, приверусь и всё. То есть я забуду на некоторое время свой телефон. Бывает и так. Вообще много болтаю. Блеск для губ. Комплиментик тебе нравится. Так, что за блеск для губ? Это фирма такая? Комплиментик. Сохраню. Солидно выгляжу. Спасибо. Я даже особо не расчесывалась пару раз так. Они у меня просто высохли так. Я хвостик сделала. Тонная... Тоналкой я особо не пользуюсь дома. Тоналкой пользуюсь только когда я иду в кафе, ресторан или ещё куда-то. Я не пользуюсь, если я иду в какой-то торговый центр или куда-то просто погулять. Для меня замазать свои синяки это вот то, что мне надо. Всё. Консилером замазала, сделала помадку, накрасила и всё. Ну, как бы всё. Если ещё реснички есть, вот это отлично. Если нет, то ничего страшного. Вот как сейчас. Дай деньги в долг, 50 тысяч рублей нужно. Да. Обязательно. Какую сыворотку советуешь? Для чего? Именно. Спасибо большое. Привет, Беллочка, привет. Лилит, привет. Привет. Блин, надо пойти мне поесть уже. Я ничего не ела сегодня с утра. Даже воду не пила. Да, кому-то надо одолжить деньги, кому-то что-то это. Посоветуй здесь сухой шампунь. Я, походу, специально здесь стою, вот, у себя в комнате возле этого. Сейчас покажу даже столик, чтобы всем всё советовать. Вот, смотрите, мой столик. Видите? Вы прям мне в тему пишите, когда вы просите что-то посоветовать. Так, сейчас я вам покажу. Блин, вообще, походу, мне курьер звонит какой-то, потому что какой-то странный номер, он звонит несколько раз. Походу, надо отключаться. Но я не помню, чтобы я что-то заказывала. В общем, вот так всегда у меня. Вот Батист. Спасибо большое. Длинные дут, ничего, наращу снова. Батист это, вот, сухой шампунь, который продаётся везде. Вот. Он классный. Сразу жирность убирает. Да, есть такое дело. Ничего страшного. Для лица сыворотку без проблем. Вот такое масло. Вот. И такая вот сыворотка ещё. Она делает кожу матовой. В то же время увлажняет. Очень классно. Это от Рише. И это тоже от Рише. Это тоже надо очень немножко прям наносить. Очень немножко. Привет, Аклантин, привет. Вот. Ну и для волос вот. А вообще, я когда покупала в Вегасе, мне потом девочка написала, на ней надо было брать XXL, объём. То есть, мало того, что шампунь убирает жирность, он ещё и придаёт объёмчик. Вообще, этот шампунь, он тоже объём придаёт, но я так поняла, не настолько, как вот тот. Тот был подороже, я думаю, нет, возьму-ка я подешевле, сэкономлю. Тот был, этот, по-моему, 600 рублей, тот был 800 или 900. Думаю, ладно, возьму этот, я им пользовалась, в принципе, мне нравится. Я ещё подумала, блин, чё за XL. Даже не подумала, что это для объёма. Короче, взяла я трубку, думаю, посмотрю, кто это. Молчат, понятно. Видимо, кто-то из моего эфира решил мне позвонить. Спасибо. Ну чё, как думаете, может мне пойти всё-таки? У нас 300 рублей стоит только, блин, классно, а у нас вот всё в три раза дороже. Ты так много разговариваешь. Да, есть такое дело. Спасибо. Да, там флакончики все рады. Да нет, по сути, одно и то же, честно говоря. У меня и розовый был флакончик, помните, и фиолетовый. Такой у меня был самый первый оригинал, то есть оригинал. Самый базовый, стандартный. И чем он отличается, вообще непонятно. Ну вот написано чистота и классика вот на английском. Ну то есть так объёмчик даёт и всё. Ну в смысле не объёмчик, а жирность убирает. В общем, так. Орешка в зале с папой. Да, водим. Аренька, чё там балуюсь? У кого сделала? У меня не слышно. Новые вещи в сториз покажу. Обязательно покажу, не переживайте. Да ладно, я не парюсь. Там столько всего, я потом поснимаю, не знаю, что я оставлю. Шесть видов платьев. Ну я шесть не буду брать, я возьму два вида. Просто там вот цвета разные. Вот. Так, терпение. Да. Да, куда мы только не ходим. Где вы живёте? В Новой Москве. Сколько я похудела? Я, слушайте, в последний раз взвешивалась, наверное, месяц назад, когда я была в тренажёрке. Мы купили с Ваней абонементы и, блин, не ходим. За всё это время мы были там раз, наверное, ну максимум 15. Это максимум, бля. Прям хочется сегодня сходить, хотя бы взвеситься, посмотреть, сколько мы весим. Я что-то разошлась и у Лины набрала. Да, Лина, шоп Лина. Я Линку тоже обожаю, она очень классная. И вещи у неё по цене хорошие. Вот. То есть, классно. Она мне, кстати, отправила костюнчик крутой. Вот. Я вам потом покажу. Куча платков я заказала на Новый год. Вот. Около четырёх, что ли. У нас Новый год будем отмечать у нас дома, поэтому я набрала кучу всего. Вчера фотосессия была для чего? Секрет. Потом покажу. Это, ну, много у меня коммерческих съёмок, девочки. Так что... Вы, наверное, думаете, что все эти фотосессии, вот, мне, как бы, скучно. Ну, такое тоже, конечно, бывает. Заняться нечем, надо пофоткаться, пойти. Нет. Это всё тоже не просто так делается. Это как часть работы. Порой я сама устраиваю. Мне там что-то нравится, надо всё, пофоткаться и всё. Но в основном это такие больше коммерческие съёмки, чтобы что-то отснять. Вот. У меня очень много фотографов, девчонок классных. Они все круто фоткают, у всех свой стиль. Поэтому, когда мне кто-то пишет, я всегда рада сотрудничеству. Нет, на Новый год родители будут у нас дома. У меня нет дома весов, нет. Я не хочу каждые пять минут идти, взвешиваться, сколько я похудела. Поэтому у нас были отне весы миллион лет назад. В общем, батарейки там уже сели. Мы так уже даже не стали батарейки брать. Поэтому как-то так. Надо иметь не весы, а сантиметры. Понимаете? Это важнее. Костюм с прошлого эфира где купили? Я не помню, что за костюм. Не подскажьте, где купили платок от Гермес. У Алины. Шоп Лина Шоп. Все платки у меня оттуда. Все. Я вам потом покажу. Еще у меня под елкой четыре комплекта. Так это круто упаковано вообще. Вы не представляете? Я потом покажу. Как избавиться от прыщей. Сходить к косметологу. Сдать анализы. И тогда уже провести лечение. И все. А если у вас челка, отрастить челку. Если у вас вот тут прыщи на лбу. Меньше пользоваться косметикой. Вот. Да, Шоп Лина Шоп. Как-то так. Ладно, ребятки. Я пошла кушать, честное слово. Что за рубашка? Это не рубашка. Это пижама. Вот. Я сегодня везде не хожу. Да, я в ней спала и хожу по дому теперь. Ладно, ребят, давайте. Аришке три года будет. Все, ладно. Я отключаюсь. Продолжение следует. Продолжение следует...